Время 12 часов. Это город Хабаровск. Это вон знаменитый стадион и платье Марена. Честно говоря, что-то стрёмно меня тут снимать в России. Проще в другой стране, где они не понимают и могут пиздеть всё что угодно. Ришчевиль. Вот этот комплекс. Богатая вилла. Что-то в этом роде переводится. Заебище народу мало. Ха-ха-ха. Дойду, в общем, до остановки. Поеду на автобусе. А на трассу за 300 рублей что-то. Дальше пещерками и по пути что не поймаю, как обычно. Как обычно всё прилично. Всё прилично, как обычно. Иди сюда. Иди сюда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пиздец, конечно, троллейчик, троллей, что-то дорожалось. Доехал до конца города Хабаровска, все, остался он туда, туда и бошадь. Может, табличка виднеется в Биробиджан, в одну сторону Комсомольск и Тополево, в другую. А там дальше написано, сколько куда ехать, Березовка еще, ну-ка и сколько там в таком Сомольске. Должно быть километров четыреста, успешный край, уверенность в будущем, да, конечно, я особенно уверен. Так, 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 барабанная дробь, сколько там, триста, триста девяносто три километра. Ерунда вообще. Может, за один день до пиздец, вообще реально, поймай попутку, когда прям туда едет, и все. Ну, так как я, так как у меня в Дубовом мысе есть родственники, почему бы не остановиться и реально поснимать деревню? Может, для тех, кто живет там где-то в Москве, случайно отнесся в мой блог и увидит, как в деревне люди живут. Ну что, ааа, пиздет, конечно, как. Ну-ка, нет, машину. Ааа, выберем самую такую. Это Россия. Если остановиться, пойдем дальше, в принципе, и полюбасы кто-нибудь остановится. У кого-то проснется доля сочувствия. Это на курзаке естественно остановится. Хотя смотрел на меня так, и это запомнился. Давай, чувак. Все. Пойдем дальше. Чем дальше от города, тем больше у людей появляется какое-то сочувствие и увеличивается шанс сразу поймать попутку. Ну, давай, не бай. Вон уже почти, блядь, нихуя не дать. Вон, топливо прошел. Видите, табличка? Тополева. Дальше начнется еще какой-нибудь ебас, я уже не помню. Хотя в этом направлении много раз ездил, на самом деле. Но все деревья я даже не помню. Еще постоял, короче. И никто не останавливается. Ебать тут гоняет, просто пиздец. О, нихуя вертушки. Охуеть. Блин, если их реально будет видать, это будет круто. Ну, звук от них уже слышен. Ого, нежужители. Видать вообще? Дошел уже, да, новостроек. Так что, в принципе, все заебись. Да, вообще, кто что становится? Непонятно. Три машины всего лишь едет. Тво. Чувак. На что, на крузере старого? Хуй остановится. Сейчас посмотрим. Ну, давай. А, это вообще. Джимми. Джимми. Здравствуйте. Здравствуйте, Гра. А вы куда идете? Вы куда идете? Гуляю. А, гуляйте. А тут до князя Волконки далеко нет. До князя Волконки далеко нет. Куда? До князя Волконки. Не в курсе? Я с Налаганом. Гуляйте дальше, что ли. Хуй. Что? Слабится. Заебись, что-то на остановочке. Где-то посидеть и кофе попить. Ага, с вкусом фэри. Просто мыл кружку, в общем, и... Мыл кружку, и там какой-то, видать, не знаю, что-то осталось, может, или что-то. И вкус такой дикий галимый фэри. Вообще, уже скачки начали. Не знаю, сколько прошел, мне кажется, ну, больше десяточка точно прошел. Вот, как бы, подвозь меня, да. Кстати, как зовут-то? Волод. Во, вот, вот. Владимир подбрасывает меня вот. На меня взял конки. Вот так вот. На самом деле, редко кто-то вот на такие больших машинах подвозит. Но, как бы, вот. Нет, того есть, чтобы не подобрать. Ну, на самом деле, как бы, оно уже какая-то сложилось. Вот у меня такое впечатление обычно, что на больших машинах вот именно хер-ка-то, кто подвезет, как бы. Вот, короче, в общем, нахожусь в Князь Волконке. Да, побросим меня отсюда. В принципе, кросс все зачухает на пиздец. Все, осталось. Сам где-нибудь выйду сейчас чуть дальше. Либо, опять же, дойти до какой-нибудь остановочки. И, 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 и. И поймать машину. Бл***, пицца ракет скорость, нахуй, ебашит все под 80, такое чувство. В принципе, заебища. Здесь, когда он проехал, 15, пропиздушил. Да, пицца, пицца, спорт, спорт, это жизнь. Реально, реально. Короче, такое реально красивое, это открывается. На всю красоту Хабаровского края. Ну, может, не вся. Но, по крайней мере, красиво смотрится. И что? О, может, попутку заодно поймать. А, поворачивает. Ее упало. Вот, сейчас нормальный телефон взял. Вот там БТР. На мемориале установлен. Это военный городок такой. Ну, это казармы и... А дальше полигоны. Вот они всякие граждане. Это полигоны, где они там... А, правое течение. Пьяный за рулем. Смерть. Уже пьяный за рулем, смерть уже рядом. И вон, тачка расслаблена. А, типа, кровь, типа, она врезалась. Там какая-то хуйня еще болтается. Наполненные штаны какие-то наполнили. Чтобы было похоже на человека. Ну, прикольно сделали. Один ходит, а не спасает. Тут как гнали все. Под 140. Такие едут чуть ли не выше. Ну, как мы видим... Видим, нифигася, я вышел, получается, аж в 12 часов. Сейчас, 4. 4 часа. Короче, если у вас дохуя свободного времени, и вы просто не знаете, куда потратить, вот, можно вот автостопом пиздоршить. Просто, мне кажется, все 3 часа вы потратите на то, чтобы поймать какую-то попытку. Ну, а если вы... Если у вас нет свободного времени, просто берете самый дешевый билет на автобус и едете. Какой-то домик такой небольшой. Видать, там фирма какая-то с коровами. Да, это коровая фирма. Нифигася. Я вот не понимаю, тут идет деревня рядом или что там, смотри, смотрите, получается, две автобусные остановки. Но больше всего мне фирма нравится. Блин, прикольно. Собачка бегает, это же хранит. Еще, в общем, вот 10 километров меня подвезли. Там дальше военный городок. Поэтому здесь меня высадили. Получается, это 43 километр. Телли 49. Все, можно здесь поймать попытку и двигаться дальше. Ну, или спуститься чуть ниже. А мужик, который подвозил, он просто рядом был, как бы, и говорит, нифига себе. Я думал, говорит, ты местный. Я не стал ему, говорит, думал, какой местный, блядь, в лесу, нахуй. Ну, там, видать, что-то поправить или что, остановился, короче. Такой, я подошел, он говорит, давайте, ладно, подброшу, типа. Что, где я, где я, все? В общем, блядь, солнце ведь. В общем, что думаю, думаю, что сейчас 5 вечера. Скоро начнет темнеть. И это будет прям пиздец. А сам хуёво я, блядь, не взял даже желтуху. Ай, просто. Чем моя башка думала? Просто. Чего жрать охота? Сейчас букурышку какую-нибудь запеченную в тандырь. Вообще, затея пиздец какая уебанская. Просто. Хуже. Эта затея вообще больше будет ничего не могла. Усталость такая. И никто, никто не останавливается. Мне кажется, хотя уже ничего не кажется. В общем, еду на вете. Я так, господи, нормально прет, так. А то реально думал, что на трассе буду ночевать просто темнеет, как видите. Что есть добрые люди на свете. Спасибо. Моя. Все души останавливаются. Перекусить. Покарать. Вот он, тот самый заворот на дубовом мыс. Пока машин нету, надо быстренько двигаться. Ну, короче, забейся, чувак. Подвес просто. Нихуя себе. Я сегодня реально протопал на 35 километров. В общей сложности. Сука. Знаете. Тогда у меня болел, короче, нога. В смысле, связка какая-то. А сейчас сустав болит. Просто в этом получается. Где-то, как он называется, тазобедренная, вот тазобедренная часть, вот это. Там сустав какой-то потихая побаливает. Зебру сделали, нихуя себе. С теплой тачкой уходишь, и чутка прохладно. Ветерок может дувать маршрута. Погода сменилась. Катеряночка коптит. Темнеет быстро. А это сам центр Дубового мыса. Когда-то раньше тут клубешник был. Сейчас, все закрыто. Ну, магазин-то, впереди который. Вон, да. Всю жизнь тут как стоит, так и стоял. Вон только школу с грязным забором оградили. Все, на это выделилось 20 миллионов рублей. Где ж она такая? Миротворение такое. Здравствуйте. Друг. Друг, бля. Не, нету. Нету. Нету, сам без денег. Мешные, местные заседают. Так я не помню, что тут угородили забором этим. Какие-то два домика там недостроенных. Все. Через час тут вообще уже густая тимуха будет реально. Просто если мы не в окнах свет. Мне кажется, можно было заблудиться. Все, пришел. А там света нет. Никого дома нет, да? Пиздец. Сейчас надо узнавать, звонить. Ой, зимой на мотоцикле. И он ушел в закат. И он ушел в закат.